Пожалуй, все, что не делается российским правительством, делается к лучшему. Ну и вот сейчас решено возразить вероятность поставки японских автомобилей. А иначе как объяснить? Когда банальная малолитражка это полмиллиона. Что можно купить по цене банальной малолитражки? Из Японии. Можно купить серьезные автомобили с автоматом, с климат-контролем, с телевизором. Блин, пасхальный. Да там парктроники будут, камеры заднего вида. И все это будет более навороченнее, чем даже самый навороченный агрегат. Теперь дальше ценовой порог 700 тысяч рублей. За 700 тысяч рублей можно из Японии привезти и микроавтобус. Ну таких, которых здесь просто даже не продается. И все это вам предлагают привезти Тайама авто, которая располагается здесь. На химчистке. Ну помните, в польский городок. Честно говоря, хотелось полазить по архивам. Вытащить те 50-60 моделей в правом руле, уже тестированных. Но ближе по теме. Вот эти кадры Владивостока. Там 99% автомобилей, извините, но в правом руле. 50 на 50 это ближе к Омску. Но процентное соотношение правого руля к левому странным образом меняется в пользу правого в Краснодарском крае, то есть на юге. Естественно, потому что туда прямиком из Японии идут паромы. Теперь самому трудному магнитогорцу стоит, стоя в пробке, опустив механическим стеклоподъемником стекло, спросить у автовладельца авто намерение поменять его на левый. В 90% случаев на вас посмотрят с недоумением. Теперь меньше смотрите советские новости и читайте газеты. Арифметика простая. Заградительные таможенные пошлины, по сути, никоим образом не отразились на цене поддержанных японских автомобилей с объемами двигателей до 3 литров. И таких авто там те же искомые 90%. Растаможка в конец расшатала планы приобретения американских, экономичных и долговечных автомобилей с большими объемами. Дальше смотрим на календарь. Год 2010, как-никак. Экологический барьер 2002 пройден. И опять же, благодаря заградительным пошлинам разница авто до 5 и после 5 лет никакая. Зато реально можно сэкономить на цене авто там. И я вас уверяю, Скайлайны, Марки, Крауны, Саареры и Цивики, Делики, Паджерики и Кукурузеры 80-х годов прошлого века великолепно справляются с обязанностями перевозить пассажиров в теплом зимой и холодном летом кондиционированном пространстве водителя с автоматом, АБС, гидроусилителем и полным электропакетом и во втором десятилетии 21 века. Кстати, под техрегламент вам японцы Винкот, как и законодательство к поставкам авто на экспорт в Россию, уже подогнали. Оптику путем легкой трансформации цоколя лампы, либо наклейки фольги для прохождения техосмотра вы сможете сделать либо своими руками, либо за 400 рублей в любой мастерской. За последний год как-то, ну не то что сдулись, но стало гораздо меньше людей, которые продают японские автомобили. Вы остались на плаву? Да, можно сказать, что остались. Можно ли сейчас привезти японские автомобили и насколько они вообще по сути подорожали-то? Ну все зависит от объема двигателя. То есть автомобили изначально выросли в цене из-за того, что таможенная пошлина в 2009 году поднялась. Соответственно поднялся у нас курс евро. Тоже таможенная пошлина очень сильно влияет. И самое главное, как я уже сказал, объем двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больше таможенная пошлина и соответственно стоимость автомобиля выше. Ну японские автомобили имеют чудные двигатели. Полтора литра, один и один, ну в редких случаях это два с половиной турбо. Там на сколько машина-то подорожала? В Японии можно сказать, что машины не подорожали. Даже в какой-то степени упали. Все зависит от сезона, как наверное во всем мире. Просто наше любимое, скажем, законодательство постаралось извлечь из этого максимальный поток в связи с кризисом. В данном случае про японские автомобили. Можно сказать, что качество у них как было, так и осталось на высоком уровне. Ну вот у нас есть калькулятор, я могу просто даже народу показать, сколько сейчас растаможка. Сейчас включим. Ну вот берем двигатель полторы тысячи, да. Умножаем на 2 евро, умножаем на 43, получается. Вот растаможка 129. Раньше она была в пределах 68 рублей. То есть плюсом 70 тысяч? Ну получается да. Так, то есть выгодно вообще завозить автомобиль небольшого объема. Это объем от литра до полутора литров, от полутора литров до 1,8. И там уже градация идет от 1,8 до 2,3. Вот, там уже таможня уже значительно намного выше. То есть где-то примерно прилетело еще 150 плюсом? Да, до 1,8 до 150 смело. Но что можно привести за ту дивную цену, которую сейчас озвучат все дилеры? А я не думаю, что автомобили будут дешевле миллиона. Ну, в данном случае автомобиль будет свежего годов выпусков. Это не старше 2005 года автомобиль. Вот, если брать исходящий автомобиль, который выпускается в Европе, то он будет выше. Ну и, соответственно, просто по комплектации он будет намного ниже. В данном случае, может быть, включать просто некоторые... Не включать какие-то опции. В данном случае, вот то, что в Японии, у японца будет в стандарте, АБС, гидроусилитель, стеклоподъемники, кондиционеры, это будет в стандарте. В европейце это может быть просто опцией. И, соответственно, цена, вы потом будете доплачивать цену за опцию, то, что включили кондиционер, включили больше объема двигателя, допустим, 1,5 или 1,8. Вот, а в европейцах надо понимать, что маленькая градация идет другая. Начиная там 1,2 двигатель, 1,4, 1,6. У японцев 1,3, 1,5. То есть 1,5 он будет как 1,6, а то и мощнее. Ну и, наверное, это будет как сравнение между истребителем пятого поколения и четвертого. Я обычно привожу пример такой. Вы, когда покупали отечественный автомобиль, у вас была шестерка, вы пересаживаетесь на девятку. В данном случае, конечно, градация условная. То, что вы правильно сказали по поводу истребителей, просто не все знают пятого, четвертого поколения. Вот если на отечественном автомобиле, исходя из этого, это то же самое, что между десяткой и шестеркой. Продолжение следует...